Всем привет. Прошло ровно 26 дней и заказанная в прошлом видеоролике лазерная голова для 3D Blu-ray плеера Panasonic BDT-DMB300 прилетела ко мне в Минск из далеких США. И вот она уже у меня в руках. Точнее из Майами и в тот момент, когда к нему приближался сокрушительный ураган Ирма. Посылка отслеживалась по трек-номеру службы доставки USPS и теперь я уже знаю по этому трек-номеру, что сначала она из штата Флориды была доставлена на Ямайку, а оттуда уже полетела в Беларусь. Доставка мне обошлась $15.75. Довольно такая ощутимая сумма, поэтому я за посылку несколько переживал, тем более, когда в начале сентября ураган Ирма крошил и Флориду, и Ямайку. Товар прилетел в Беларусь, не упал в Атлантику, поэтому все переживания уже в прошлом. Небольшой почтовый пакет, но все равно габарит не той монтажной платы, которая находится внутри него. Как я и просил продавца в сообщении, оценку занизили до $9.85. Вес 85 грамм. Магазин Liberty Electronics, ссылку на который я размещу в описании под видео, предлагает приобрести различные электронные компоненты, но поскольку он находится на территории США, доставка не бесплатная, ну и покупку, считаю, невыгодной. К магазину можно обратиться только для покупки каких-то дефицитных элементов, как в моем случае. А, начну с предыстории. Когда вышла из строя именно Blu-Ray, голова плеера, я обратился в местный сервисный центр, где мне были готовы заменить привод целиком за $90. Это равно полцены нового 4K 3D Blu-Ray плеера Panasonic DMP-BDT-460, который я приобрел взамен к 300-му сломанному. Поэтому я искал какие-то альтернативные, дешевые варианты восстановить вот этот аппарат 300-ый. Конечно, он уже морально устарел, и можно было его выбросить, что я, в принципе, сначала и сделал. Положил его в шкаф, ну и он там глаз мозолил. В итоге решил все-таки потратить $53.25, которые я заработал на YouTube в партнерстве с медиасетью YOLA. Кстати, ссылка на подключение к медиасети будет в описании. Я настоятельно рекомендую эту медиасеть заинтересовавшихся блогеров. Ну а мы, наверное, вскроем и посмотрим, что же там целиком ли все дошло. Это все мусор, нам нужна только вот эта коробочка. Ну что ж, упаковка вполне нормальная. DMP-BDT300 модель Blu-ray плеера, для которой приобреталась эта штучка. И вот так она все упакована здесь. Ну, первоначально оценим, нет ли каких повреждений, но вроде все на месте. В принципе, вот наш подопечный, который не читает уже ни Blu-ray, ни DVD. Попытка чтения. Так, не прочитал. Итак, для замены платы с оптикой необходимо вскрыть корпус Blu-ray плеера. Но предварительно необходимо нажать на кнопочку Close Open, чтобы выехала каретка. И выкрутить два винта по бокам и три винта на тыльной стороне. И после этого снять верхнюю металлическую крышку. Теперь у меня есть доступ непосредственно к приводу. Для его снятия необходимо выкрутить четыре винта. И отключить все шлейфы, которые идут непосредственно к приводу. Это вот этот белый. Проще, наверное, вот этот отключить. И вот здесь вот такой вот бумажный какой-то шлейф. Дальше подаем назад и извлекаем привод весь вместе с кареткой. Вот таким вот образом. Теперь нам сам плеер не нужен. Мы займемся непосредственно только приводом. Чтобы вскрыть привод, необходимо выкрутить также четыре винта. На тыльной стороне привода есть защелочка. Вот такая. Нажимаем снизу и открываем. А в передней части есть такие зацепчики. И теперь у нас есть доступ непосредственно к оптике. Придерживая плату, отключаем, точнее поддеваем вот эту пластиковую панельку. Освобождаем шлейф из разъема. Ее просто кверху поднимаем и шлейф отскочил. Далее потребуется открутить четыре этих винта. Винты на резиновых подложках для амортизации. Нам необходимо еще освободить шлейф из обратной стороны привода. Так, отключаем шлейф. Срываем вот этот винт. Немножко подтягиваем шлейф к себе. Так, как видите, освобождаем его. Остается только шлейф, который ведет на вот этот двигатель. Но аккуратно, смотрите, не оборвите их. Теперь необходимо выкрутить вот этот винт, чтобы можно было снять вот с этого вала как бы каретку. Маленький винтик очень. И теперь я могу вынуть эту ось. Аккуратно она в смазке. После этого могу снять саму плату. Если сравнить обе платы, то видно, что на старой, кроме того, что здесь не работающая сама линза, тут еще сломан вот этот вот подстроечный резистор. Вот сравните с этим и как этот. То есть вот этот верхний контакт, который непосредственно отвечает, именно регулирует, он отломан. Так, теперь вернемся к приводу, поставим уже новую плату. Для этого берем ось, продеваем ее сюда. Этот край, в принципе, можно сюда уже фиксировать. Ну, единственное, нужно поднять такой зацеп, который ее здесь держит. Какой-нибудь тоненькой отверточкой. Или шилом. Так, отдаем плату вперед. Фиксируем ее на этой оси, так зацепно. Так, подаем вперед и можно, в принципе, упустить здесь. Так, а снизу необходимо зафиксировать вот эту каретку. Здесь она девается на ось. Маленький винтик. И теперь просовываем шлейф под пластик на ту сторону привода. После этого мы фиксируем ось. Ну, а теперь можно зафиксировать уже раму. Далее устанавливаем с разъем шлейф. Подключаем этот шлейф. В принципе, замена оптики произведена. Закрываем крышку. И фиксируем четырям винтами. Так, и устанавливаем привод уже непосредственно в плеер. На своей позиции. Также фиксируем четырьмя винтами. Подключаем все разъемы. Белый. Саташный. И пластиковый или бумажный. Проверяем их надежность. Так, собрали, проверяем. Теперь установлен диск. Началась загрузка, чтение. Так, прочитала. Blu-ray диск. Так, воспроизведение пошло. Проверим еще DVD диск. Так, самопопальный DVD-R. Все, прочитала. Воспроизведение пошло. Все, закрываем крышку. Как видите, все работает отлично. Читает и DVD-диски, и Blu-ray диски. Ну и в конце такие итоги. Отлично сработала почтовая служба США. Аббревиатура USPS. Доставка такие умеренные. Наверное, на кратчайшие сроки из США, как я говорил, выше 26 дней. Правда, трек-номер отслеживался только до границы с Беларусью. Посылка пришла неповрежденная. Плата с оптикой в исправном состоянии в рабочем. И не требовала никакой регулировки. Сама замена тоже манипуляции простые. Ничего там сложного нету. Поэтому я рекомендую данный магазин к сотрудничеству. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Я всегда рад новым подписчикам. Оставляйте свои сообщения в комментариях. Ну, скоро увидимся. Пока.